Так, мы ведем свой субботний вечерний репортаж со снежного собачьего стадиона. Сейчас здесь состоится подворный матч на первенство Татоши и вот этого смешного мячика. Он не кожаный, а он вот такой вот, так мяч сброшен, понеслась душа в рай. Уже включено внешнее освещение, мы немножко сегодня припозднились. Я думаю, что матч будет долгим, а репортаж наш ограничится небольшим включением. Так, мяч прижат к снегу. Не умею монтировать видео, поэтому придется вот так вот. Так у нас проходят футбольные баталии с участием смешного мячика и смешного песика. Напоминаю вам, что сегодня 10 декабря 2016 года. У оператора уже руки подмерзают. А здесь страсти кипят. Мячик не просто зарывает снег, его пытаются сплющить до такой степени, чтобы он вот так не смотрел и не улыбался на Татошу. Но это сделать практически пока невозможно. Хотя, с такими лапами, да с таким-то задором молодым, нам все мячики по зубам. Будем считать, что это закончился первый тайм. Сегодня будет еще одно, может быть два включения. Сейчас пойдем погреем руки и морду лица. Пока. Похоже, уже включились, когда начался овертайм. Бедный мячик. Он с двух сторон улыбается. А тут еще достают его некие Татоши. Раз. 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 Вот так вот он у нас. Это размещается, что ему не дают выбрасывать мяч. Вот так вот он у нас. И сбивает мяч, вводит мяч в игру. Да. Ушел в темноту. Не досвечивает до туда прожектор телефона. Ладушки. На этом, наверное, сегодня уже дошло до того, что мяч в наморнике и в зубах выносят с поля. Сейчас с ним будут отдельные разборки, возле бровки, возле забора. Это, конечно, чревато тем, что мячик потом больше не будет надуваться. Но мы надеемся на благоприятный исход этого миролюбивого мероприятия. Татоша, нельзя грызть мячик. Ну все, иду на помощь к мячику. Всем пока. И вновь у нас прямое включение. После праздничного матча между Тоттенхэмом и Смайлболом. Сейчас идет, наверное, уже десятая минута матча. Мы не смогли сразу подготовить прямое включение. Поэтому будем довольствоваться, как говорится, тем, что есть. Борьба опять очень ожесточенная. Очень упертый. И тот, и другой. Да, это наш Сатоша опять пытается сбить спесь и улыбку с лица этого мячика. Если так вам и сказать. Сегодня 9 марта. Пока, наверное, все спят. Мы готовим этот забавный ролик для нашей мамы. Ну и для всех, кто любит нашего Татошу. Кто любит смотреть его забавы и спортивные достижения части игры с мячом. Мяч прибежит к забору. К забору. Выхода нет у забора. Вернее, у мячика. У забора выход в другом месте. Но пока будем смотреть за происходящими событиями. Они развиваются пока не очень стремительно, но очень глубоко в снегу. Татоша. Да, уже трава показалась под снегом. Получается, игра как в настоящем футболе происходит на газоне. Но газон слегка припорошила. Как-то так на полметра снегом. В Москве в этом году обильные снегопады. Что, конечно, радует Татошу. Но не радует коммунальные службы. И водителей. Которым постоянно приходится откапывать свои машины из снега. А тут тоже у нас не водитель. Добрая собака. Мыслящая инака. Но она закапывает только свой любимый мячик из снега. Или закапывает его. Даже не знаю, как правильно подобрать слова. Опять выглянуло солнышко. Сегодня, скорее всего, денек будет такой же светлый и добрый, как 8 марта. Наверное, правительство Москвы вместе с синоптиками решили сделать нашим женщинам подарок. На все выходные организовали прохладные солнечные денечки. Но мы продолжаем присутствовать на этом замечательном футбольном матче. Таких вы больше нигде не увидите. Только у нас на канале YouTube Татоша Шевчук. В плейлисте «Интересное возможно». Да, «Интересное возможно». Вот такой у нас интересный пёс Татоша. Слишком длинный получился ролик. Комментатор и оператор в лице папы уходит на перерыв погреть руки. Потом, возможно, мы продолжим снимать. Потому что эта игра сегодня затянется, наверное, на 45 минут, как в настоящем футболе. Все. Всем на перерыв. Пока. Еще одно наше включение. Мяч уже почти что в поле зрения и в поле первой собачьей площадки. Татоша уже явно умаялся. Целых полчаса. Мусолит мяч. Мусолит мяч. Теперь он его начал гонять и загонять. Живеноморник ему мешается. Скоро папа прервет этот футбол. Но пока еще вроде есть время и силы у Татоши попытаться укусить этот мячик. Укусить. Но у Татоши не получается никак. Вот в этом и весь смысл игры. И весь смысл того, что намордник вот так. Ой, 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 ой. Подетка, наверное, папа на выручку этому мячику бедному. Бедному мячику. Всем пока. Перерыв. Так сказать, минутный тайм-аут берет тренер Татоши. Оператор, режиссер. А это вот пока нам показывают вид, так сказать, сзади Татоши. Вид с хвоста. Вот такой у него лисий хвост. Перерыв. Так, после небольшого технического перерыва папа поправил амуницию Татоши. Намордник Татоша лежал мячик к снегу. Не лижет его. Вкусный мячик. Вкусный мячик. Вот так вот бывает в футболе. В необыкновенном. Не только футболисты целуют мяч, но и отважные Татоши. Сегодня у Татоши боевое настроение. Папа его три раза удерживал. Он задирался. Но мальчишек, когда гуляли, пошли до собачьей площадки. Даже немного папе руку прикусил. Но это будет отдельное разбирательство о домашнем жюри. Они никакого отношения к футболу не имеют. Так папа к слову сказал, чтобы не забыть поднять этот вопрос на семейном совете жюри. И пожурить немножко этого Татоши. Татоша опять закрывает. Все таки мы его взяли в зубы. Взяли мяч под контроль. Через намордник. Вот такой у нас хитрый Татоша. Никакие намордники не станут преградой между Татошей и любимым мячиком. Да, Татоша? Ну ладно, все на этом сегодня. И так довольно таки длинный получится сюжет после монтажа. Всех девушек и женщин, которые смотрят наши репортажи и болеют за Татошу. Еще раз с наступившим праздником международным женским днем 8 марта. Любви вам и здоровья. А остальное все пусть купят вам ваши мужики. Всем пока. Последнее включение на сегодня, как вы сумели догадаться, наш матч завершен. Татоша приноровился мяч носить в зубах. Сейчас он его охраняет. Упыхался, отдыхает. Продолжительность матча составила целых 45 минут. Ну вот, мы отвлеклись на какие-то посторонние запахи. А папа сейчас постарается забрать мячик. Пытается организовать поход, скажем, домой. Там ждет вкусный обед. Вернее завтрак поздний. Ланч от мамы. Ну а папа будет похоже в ауте. Часа на два после такой прогулки. Всем пока. Хорошего настроения. Сегодня у нас немножко грустный день. Татоша все-таки одолел своего друга, улыбающегося мячика. И он у вас сквозь намордник умудрился порвать. Папа выбросил его глубоко в снег. Но Татоша, выйдя с площадки, увидел этот мячик. И сейчас прощается с его остатками. Вот такой глубокий снег. Папе не удалось его мячик забросить так глубоко, что Татоша не нашел своего друга. Ну все, Татоша, мы купим тебе другой мячик. Другой мячик. Этот пусть здесь уж покоится в снегу. Он сделал свое дело. Он с нами провел столько матчей. Ну все, не плачь, не плачь. Давай, закуси снежка, помяни дружка и пойдем домой. Пойдем. Пойдем домой. Татоша, наверное, его с собой понесет до самого дома. Ну Татоша. Ладно, на этом наш репортаж немножко грустный закончен. На то они и мячики, чтобы их рвать и кусать. Рез atra Kayla на мелкие карты. Алина Родина. Продолжение следует...